Добрый день, экспертная комиссия. Меня зовут Захара Милена, я ученица 7 класса Миналданская средняя образовательная школа имени Влюборна Петровича Немохова, Тампонский район. Тема работы – пути устранения биометричной болезни в лично-пособных хозяйствах села Миналда. Актуальность – обеспечение нацеления района натуральными продуктами питания, имеется тенденция в сокращении поголовья крупного рогатого скота в лично-пособных хозяйствах. Если вовремя провести ветеринарные и профилактические работы по устранению биомышечной болезни, то можно достичь обеспечения населения экологически натуральными продуктами и загонять поголовья КРС. Цель работы – определить методы устранения биомышечной болезни у крупного рогатого скота. Перед нами стояли следующие задачи – ознакомиться с литературой о биомышечной болезни, выявить основные причины заболевания крупного рогатого скота в села Миналдан и третье – пути лечения и профилактики биомышечной болезни. Миналданский ветеринарный участок основан в 2001 году. Мои родители по призванию ветеринары. С малых лет хожу с ними на работу по хатонам, вижу, как они осматривают лечить животных. Мы исследовали причину и пути устранения биомышечной болезни для крупного рогатого скота в моем наследии. Беломышечная болезнь возникает при недостаточном содержании корма, белков, минеральных веществ, витаминов, при отсутствии прогулок в зимнее время. Для исследования брали данные из амбулаторного журнала за март месяц 2021 года. Всего за этот месяц был вызов из пяти частных лиц, вызовы из сотовых телефонов. Исследования изучали по шести ходам. Во-первых, рассмотрели условия содержания животных. В этом случае условия содержания и кормления у всех лично пособных хозяйств нормальные. Все чисто, сухо. В рацион выделили полноценные корма, сбалансированные по питательным веществам. Во-вторых, осмотр животного. При осмотре пяти телекции клинически были здоровы. Аппетит имеется, сосательная рефлексия активной. При аускультации дыхание безогулярное. Церстопиение было в норме. В-третьих, постановка диагноза. В этом случае у всех пяти телят одинаково. Это с сериализацией или симптомами беломышечной болезни. В-четвертых, лечение. Лечение эффективно только на ранних садиях болезни. Из литературы узнают, что этот препарат будет в профилактические цели на 1-3-5 дней. На 2-10 мл кг подкожного. При возникновении заболевания ремонтуют 2-3-кратные ежедневные инъекции. 3-5 суток подряд. Она введена подкожным населением в дозе 1 мл на 50 кг массы животного. Равно 0,5 мл. В-пятом, профилактика. Из этого следует провести следующие профилактики. Первое. Кровный дуб выпусок по сфолдальным пазмящам, где растут семя с питательными веществами. Второе. В зимний период вводить в раствор полноценные корма, сбалансированные по питательным веществам, минеральными алиментами и витаминами. И третье. Нужная систематическая добавка селенных препаратов в раствор на животных. Поэтому рекомендую провести профилактические витаминизации препаратом Е-селен. И четвертое. Профилактика для молодняка включает в себя назначение в первые дни жизни селенит и натрия. Шестое. Все селята, обработанные на Е-селеном, не парили, поддержавая в этом году, не было. Из вышесказанной работы можно сделать следующие выводы. Из литературных источников выяснили, что беломышка – это серьезное заболевание, исключающее использование излечившихся терят для ремонта стада. Лечение следует провести мероприятие, заключающееся в обеспечении глубокостивных кров полноценным питанием при соблюдении условий содержания. Третье. Активальным решением является использование препарата Е-селен, содержащего минерал и дикоферол. Четвертое. Кроме того, находясь с родителями, я узнала, как проводиться диагностикой лечения, научилась ставить подкожные уколы животным. Из этого началось мое первое сталкивание с животными. Спасибо за внимание.